Народ нашего неожиданного общения. Форман такой, я думаю, новый для вас. Да, но я пока не могу судить, потому что это очень. Но, тем не менее, в преддверии коммунистического московского форума будет проведено ряд предприятий и других форматов. А сегодня мы встречаемся с главным архитектором Москвы Сергеем Олеговичем Кузнецовым. И наша тема будет касаться прямую тематики московского коммунистического форума, который включил так, мегаполис развития за пределами центра. То есть это огромные территории, к которым сегодня приковано не меньше внимания, чем к этому городу. Для того, чтобы эти территории отставились правильно, для того, чтобы не было перекосов вообще в общем планировании городского, потому что эти территории, они просто по своим масштабам настолько значительно влияют на город в целом, изменяют своим изменением в конкурацию городской среды и структуры города, очень важно не ошибаться. И поэтому здесь, конечно, тема конкурса приобретает очень большое значение. Московское правительство и московская структура уже год, пара декларировала Новый год после памяти, то есть год после памяти не только на самые важные места в центре города, но также и на его отрыве, на вот этих самых больших промышленных или иных территориях, содержащихся какой-то большой и основательной реновации. Ну, я думаю, что вы немножко поздно начали, поэтому я не буду долго поговорить, я только очень хочу поблагодарить школу МАШ за то, что они составляют помещение за таких интересных мероприятиями. И я хочу сказать, что вопросы можно задавать в фейсбуке на странице форума, в интервью с фиштегом МОГУ-2013, при вопросе трансляции. Давайте мы уже достаточно много вопросов, я потом сейчас предоставлю слово Сергею Олеговичу, а потом будем эти вопросы каким-то образом быстро-быстро смотреть и отвечать. Я постаралась ли прокуроровать тематически, потому что вопросы действительно очень удобные. Хорошо. Я сейчас о чем-то скажу. Вы знаете, да, я думаю, что давайте все-таки мы сосредоточимся. Вопросы очень разные поступают, но вот наша тема сегодня – это конкурсы. И она такая очень горячая, потому что вот только там два дня назад, на сколько я не ожидала, открылась выставка в музее архитектуры большая, которая показывает уже огромные массивы конфликтов. Поэтому мне кажется, что желательно поговорить сейчас об лучшем принципе этой политики. Хорошо. Давайте я вам слова расскажу вообще-то и посылки. Если что-то началось, зачем и ГАЦ, и и Академию, сейчас это, когда мы живем в жилье, действительно было существует. Я ставил для проблем, которые в Москве сложились, именно на уровне формирования стрельбы, качества планирования, качества архитектуры. Все, что отличается от понятия «урбанизм», значит, и качество жизни в городе, которое мы займем в плане и независимых. И когда мы сочиняем какими-то инструментами нужно воспользоваться, чтобы это качество повысить, значит, совершенно понятно, что, ну, в основном, уже не за временем, нет на меня в жизни того, как смысл, который я в этом программе не привел, поэтому мы будем сначала уменьшить, что уговорить, а теперь начнем заменять, неясно, на практике. И эта условная идея с комплексами АТО, идея с разных завода, ну, вообще запусывающими мероприятиями, и это не только способ опора лучшего проекта, но и способ дискуссии в определенных конкурсах, и способ, ну, скажем так, предоставить возможность конкурсов это проявить, безусловно, подоставить конкуренцию, безусловно, заставить тех, кто уже на месте находится, показать свои лучшие возможности, те, кто еще там не находится, туда попасть, где их действительно может быть за счет своего нового качества работы, уже на микрофорте. Поэтому нету какого-то единого мнения, что улучшим цели делать закрытые только конкурсы, только открытые конкурсы, запускать все проекты на конкурсы. Есть желание просто эту институцию развивать, там где-то поставляется, получается, поставляется удобно, получается сделать, мы это обязательно делаем. Это сейчас никак не привязано к периферии, к центру. Мы стараемся просто интересные объекты запускать по максимуму через конкурсы и практики, ну и где возможно, и где уже появляется интересный инвестор, мы их поддерживаем, что они заработают через конкурсы вообще объекты людей. Что касается практических результатов, но и там, где конкурсы еще право помогают, я могу сказать, мы с несколькими проблем были в их точке, где мы через конкурсы решили проблему, а нет, потому что любой объект в городе в Москве, ну и другой знак в городе, это всегда точка такая кипения, точка дискуссии, большого количества критики, всегда часто нет никаких идеальных решений, которые не потековало многое, которые всем нравятся. Это был известный фактор, но ни одно решение, которое было воспринято позитивно, однозначно, на тебе нельзя. Поэтому конкурс с качественным дорогой технического задачи, с использованием качественных, хороших примеров, успешно, с привлечением серьезных участников, сильных профессиональных, не дававшихся на хорошо и сделавших хорошую работу, привлечением к практическому авторитетному правилу жюри, представляющимся сегодняшним людям, и в этой сложной, дискуссионной, политической ситуации, представляется максимально правильным решением для выхода из таких ситуаций. Следующий такой проект тяжелый, вы знаете, вот зарядный, мы внесем на выставку, когда у них был недавний в токах, в токах, в токах, на этой неделе. Также все знают, что площадка стояла несколько лет пустая. Уже пробовали повести, что же оказалось в конкурсе, поискать решения, очень эффективно эти пути ушли, пробовали это через конкурс, но без хороших результатов, без квалифицированного жюри, без мирового уровня участников, результаты знают, что получилась в принципе всю историю ничьей. То есть все посмотрели на результаты, которые сыграли массово, под кредитную историю, но было нечем, никто за один раз выступился. В основном, они правда получились в очень хорошем уровне. К сожалению, все это как было в лету. Площадка осталась стоять пустой. Прекрасная идея создания конкурса в этом очень важном участке города, очень ценно для строителей, и, честно, просто на спорте за пустой. Поэтому проведение довольно большой работы, которая 9 месяцев шла, которая включила в себя силы лучших экспертов в Москве и заубежных, которые проанализировали там каждый сантиметр, и работали историки, и экологи, и был с нами еще чайник этого задания. У нас там четверть экспертизы тех проектов, которые попали все, потому что команды, которые были в мире пришли. Вот мы сегодня имеем проект, который безусловно, здесь отдаем отсчет, что кто-то и этот проект будет притягивать. Но хотя бы мы понимаем, что все, что возможно было, чтобы найти решение максимально адекватное, элевантное для этой ситуации, мы все это сделаем, и теперь у нас есть база для объяснения людям. Очень видно. Мы так работаем. У нас есть полу экспертов, у нас есть полу архитекторов. То есть сделать подобные вещи без серьезных глупого пропускной практики совершенно невозможно. Все очень понятно, как проблема подобного масштаба, она очень серьезно. Можно было решить. Сейчас мы люблю Архангельская практика, тоже был конкурс международным и нацепостроение искусства. Тоже хороший пример. Ургангельского площадка стояло очень много лет, пустая, где СССР, вы знаете. Делался, ругался, критиковался, менялся, менялась территория. Вот сейчас мы действуем, как раз сейчас будет. Вот опять такую процедуру отборов, и эту проблему наконец-то решили. В Куркинской практике тоже самое. Выбирали проект, не конкурс, не понятно, что что там делается. Хостро, не хостро. Начали разбираться непонятно, не было вопроса вообще. То же самое. Вот сейчас я думаю, что через полночное процедуру не будем опять искать ответы на просто оконожные. Поэтому поэтому используем институцию не только как такие понятные способы. Типа найти лучший проект, создать условия конкуренции, создать профессиональные лифты, ворота в профессию для молодежи. Ну и еще, что самое важное, это примирить общественного искусства с человеком. На чем? Найти адекватный ответ, максимально устраивающий, скажем так, те вызовы, которые существуют, вселенные, политики, власти. Примирить всех, найти хороший, достойный выход, и сделать при этом качество права. Вот зачем, что, почему, почему мы не занимаемся и не какими-то результатами. Не знаю, мы, наверное... Ну, наверное, что еще? Спасибо. Организаторы, которые прислали, мне несколько вопросов в таких общих, да? Давайте вопросы. Но, наверное, и вместе с нами по пенсии, потому что я сейчас читаю, задавая его вопросы, они так или иначе касаются этих разделов. Практика правила, вот эти, да, воспитания спикера. Спикер... Хорошо, практика проявляет эту картину образа в Москве, это убежную. Убежную лучшую группу. У нее такой звук по образу? Ну, наверное. Я просто думаю, что по перечисленным необходимостям, да, или перечисленным вопросам, которые решают путешествия. Наверное, надо еще добавить повышение доверия штук общества и открытость процедуры. Потому что все-таки мы понимаем, что предыдущие конкурсы и вообще правство принять решение, она очень закрытая. И сейчас вот с введением этих конкурсов мы входим в поле дискуссии, да. Сегодняшнее наше событие, оно тоже в этом поле находится. То есть очень важно профессионалам установить контакт с обществом и восстановить вот это доверие и нормальный диагноз. Пока сейчас мы видим, что общество настолько структурировано той ситуацией, которая была, что существует очень большое недоверие в таком роде практике. И вот эти конкурсы, в том числе и наше обсуждение направлено на то, чтобы это недоверие сломать. Потому что все вопросы, которые здесь сегодня есть, я буду задавать. Наверное, давайте мы прямо по ним пройти. Но я вам, во-первых, совершенно правильно вы сказали, совершенно верно. Потому что у нас, к сожалению, из-за большого количества и долгой, и сложной истории больших разных проектов, кстати, потому что эти проекты часто не реализовывались, реализовывать не так, как хотелось бы. И даже там, где предложили западные звезды, и даже там, где проводились конкурсы, то есть конкурсы не были достаточно правильно подготовлены с всеми элементами, которые я развал, а это крайне важный вопрос. Доучественные вопросы о форме идеального опуса я про него расскажу. Поэтому действительно главное, что этот опус сейчас почему-то, вот даже, говоря за рубежом, как я скажу, намного важнее, чем даже практика завтра. А и так, проезд на завтра. Именно потому, что у нас будут кредитные доверия, сложившиеся, что почему-то принимает решение, почему делают то или иное, хорошо ли это, плохо или это, люди в массе своей достаточно профессиональных, чтобы судить. Но в силу разного пути возникает, ну, такое ощущение, что у меня выброшено много денег, получили дуракские результаты. Или, наоборот, деньги сэкономили, могли бы потратиться. Или в других городах такие люди получаются лучше. Фасады красивее, дома удобнее, не знаю, общество пространство разнообразие. Кто у нас это делает, почему это делает, почему не делает. то есть мы научились покупать на остальные наши. Все на них едят, простой продукт, понятно, что он часто современный, лучше, чем отечественный. Все рыбали, поехали, проголосовали, архитектура, архомагистика, городская цена, намного более сложно купить город, и в нем начать жить. Но, с точки зрения миграции, наверное, возможно, он хотел бы у себя и не хотелось бы возвращаться каждый раз в отпуск, с удовольствием. Поэтому, и город, недвижимость, по всему существу, в нашем окружении невозможно. Можно только выразить это у себя самим. И тут начинается куча вопросов. Как, что, будет это хорошо, почему это хорошо. А когда есть, может быть, недоверие, начинается реакция, потому что и третий поток начинают те, кто это создаёт, дёргаться с людьми городом, не то делаем, давайте не меняем, ничего вообще не получается. Поэтому, да, прокусная практика, безусловно, очень активная, всегда была активна и в Западной Европе, в меньшинстве в Соединенных Штатах, и в Японии, но и там тоже. У нас, в Кратсовете, с нами заседает очень подошённый номер Францис Штиммон, человек, который был очень долго поменялся на Берлина, и через одну конкурсную практику создавал новый Берлин, который сейчас как всем нравится, который растёт, год архитектурного туризма, и считается одним из самых успешных городов, в случае не современной архитектуры, дизайн зданий, но и городского пространства, транспортного системы всего. Я с ним много об этом разговариваю, он говорит, что не надо придумывать каких-то идеальных конкурсных практик, просто конкурс хорошо, но он делает по мере необходимости, как считаю, что делать много участников, сделавший архитект большой, если бы в мере западных, то есть единая формула нет, Есть просто постоянная моментальная ситуация конкурентов. Хотя надо понимать, что надо очень важно, потому что, опять же, в Берлине за это время такая конференция выросла, что у них плотность архитектов активных бюро на город. Перед тем, что Берлин меньше на сколько-то отрасли, у них там архитектов, если посмотреть, сколько участвуют в Берлине, то эти характеристики будут намного больше, чем в Москве, именно в силу того, чтобы они в это качество вырастили в том числе и во новом инструкции. Но такой проблемой, как проблема с профессионализмом и доверием обществе, у них, конечно, в меньшей среде тоже есть, но не в такой качестве, как у нас, потому что у них даже больше, чем в каких-то странах уже более успешных сложных средствах. Московские, наверное, умеряют свой кейсер, например, примеры, да, но я уже рассказал в первой части своего рассказа, когда у нас есть такие самые интересные проекты, например, где мы именно решаем проблему такого глобального системного недовития, сомнения, что же мы делаем на ком, какого, много не дающегося беспокойства по треянной площадке, у нас живет в Третьяковке, ГТСАИ, Зарядье, свежайший пример, для Вахамлицкого и того, чтобы все площадки, которые и все объекты, которые развивались в разности администрации и инспекторов, сложно, и вот через конкурс мы так иначе решаемые, и ангелы спорты старшие объекты, даже не сомневаюсь себя. Понятно, пока проекта нет, это все равно некий пример для Третья, где Умсович, а сейчас мы, наверное, разогнали в Махарик критику, чтобы ей сейчас подвергаться, представлять, ясно, что мы говорим. Но, тем не менее, опять же, эта практика позволяет иметь всегда какое-то логическое объяснение на основании, потому что работать с тем огромным количеством запросов, который у людей постепенно сформировался, сейчас его отрабатывать. Ну, положительный эффект управления практик, вопрос тоже, в общем, все, что я расскажу, в том, что в этом году все равно не повторятся, так же, многое сказало. Длевы не участвуем в этом, а конкурсы. Но, в зависимости от конкурса, ну, вы знаете, есть такая форма, в которой мы часто пользуемся, когда у нас два этапа, открытые этапы, когда мы отбираем по парфолио, и там действительно есть выраженные требования к этим участникам. Когда решаются это сложные задачи, мы, конечно, смотрим референции по этой задачи, о конкретных задачах. Хотя, безусловно, понятно, что если обратные решения, если ты хочешь создавать профессиональные референты, вроде на этом городе людей, которые, наоборот, будут ученики городу Минзои, потому что они иначе не смогут попасть, и там будут выиграть, и участвовать, и, соответственно, будут их получить. Поэтому есть у нас еще одна форма, как мы сейчас делаем на ГЦСИ, и, видимо, на ГЦСИ в проектах, на ГЦСИ, у нас такая форма экономика. Делаем часть участников по концепции, там требований нет вообще никаких, но, например, на ГЦСИ прошел даже просто, ну, какой-то человек, ну, просто архитект, который, часто мы как-нибудь, не вот, не только ГЦСИ, не экспериментом, который просто заявился, сделал концепцию, уже и понравился, но мы сейчас действительно финалистом вместе со всеми, кто, кстати, Ханна и Хрис Пакет, с такими мировыми звездами вместе, может быть, часто, но потом, может быть, результат, скоро уже это не будет проводить. На более таки сложные вещи, ну, посмотреть, как формулы не было, мы выбирали консорциум и сложный проект, выбирали квалификации. Вот те шесть финалистов, которые мы были, это вот МАДИ из самых предыдущих на сегодняшний день, которые вообще в мире существуют, и победившие консорциумом в главе с гидроскопилию, ну, люди эти соответствующие очень профессиональные предыдущие. Вы знаете, что это в одни из главных инфраструктурных предыдущих премий, и люди, создавшие действительно уникальные и архитектурные проекты, проекты ландшафтного дизайна, они все-таки очень молодцы, и совершенно непонятно, почему они о тот момент не пройдут. Вот, поэтому требования могут быть разные, в зависимости от задачи, которые смогут ставить, в этот обор, хоть и не молоды, но либо это обор очень сильнейших, как можно показать. Существует ли формула идеального конкурса? Ну, опять же, как раз уже на Тимфатронов. Я считаю, что, в общем, нет на формула идеального конкурса, потому что, чувствуя здесь идеальное здание, идеальное растение, идеальный человек, все очень зависит от некого контекста, и местности, которые, то есть, от личности и заказчика, это может быть государственный заказчик, это может быть частный заказчик. Вот цели, которые конкурс ставит, всегда можно в формула подобрать максимально решающую задачу, но даже в этой ситуации может что-то быть упущено, то есть нет его гарантии, что конкурс, который пошел, он оптимален и, может быть, может быть, и с другим путем пойдет. Вот сейчас работаем, например, над документом положения по конкурсной практике, хотим сделать это, в общем, довольно типовым случаем, даже, может быть, на городские объекты конкурсом начать даже решение мэра, например. Вот, сейчас у нас дискуссия находится, просто будет правило зарегулировано. Но сейчас проект разработки, я показываю, даже у меня нет уверенности, что он получится всего именно того, что мы часто по формулах, отрабатываем по конкурсной задачи. Хотя, наверное, в общей положительности нам нужно написать, что должен быть авторитет мэргуре, можно написать, что это должен быть залитый, в минус-критерий, да, должен быть понятность, но это должны быть всегда правила, прописанные и обозначенные, как это должно быть техническое задание, все в равных степени, в частности. Дальше, можно решаться два конкурса. Анонимное, когда номерами стараются участники, например, на Ленинградском музее, и у вас будут созданы проекты, и кто выигрывает вообще на альянс, имя участника вообще не фигурирует, не может за ним в конкурсе. Есть конкурсы, когда участник понятен, как позаряет его понятен, чей проект чей, и в этой ситуации, безусловно, авторитет участников имеет значение. Хорошо или плохо, честно говоря, однозначно ответа не существует, но это не очень хорошо, потому что, все-таки, выбирая проект, должен понимать, кто за проект постоит, какие силы подходят, какая будет угол в качестве реализации, хотя, с другой стороны, если мы говорим, что говорить там было очень тщательно, и сами по себе команды должны прифицировать, тогда, в принципе, можно отбирать анонимно, потому что есть уверенность, что каждый из них будет выигрывать самому. Особенности конкурса – национальные и международные, открытые и закрытые. Но я, так или иначе, уже это было упомянул в предыдущем комментарии. У нас сейчас, да, у всех, честно говоря, одинаковых конкурсов у нас ни разу не было, но, безусловно, международные имеют больше резонанса, и больший интерес, причем не только в России, где мы, если мы видим красавчик архитектор, но и в том числе и в мире тоже, потому что, ну, такой... в том числе и того культурного обмена, вы знаете, много народно-звездных интересных проектов так же изникают в городах. В городах, так и с чешной архитектурой, ну, не знаю, не знаю, в городах, поектировали в Лондоне, и сейчас проект, правда, скандалит в ГАССУ, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, есть логичный проект, где международные архитекты, они, ну, не знаю, не знаю, дает шпактиль, в Западе ходит, можно много, перечислять звезды, которые известны своими проектами, в разных странах мира, в том числе, очень успешных архитектур, тем не менее, ну, тот же Берлин, ведь он получил такую известность, как родная строительная архитектура, в силу того, что многие звезды нам отметились, там, или в Нью-Йорке, просто проводил политику строительную, по приглашению твердых архитекторов, и мне кажется, что все топовые активы 20-го века должны иметь настройки в Нью-Йорке, и вот, например, мемориал Рузвене, кто знает, такой проект на ГУД-зоне закончен недавно, он был закончен по проекту и есть органы, которые уже, я не чувствую, да, которые уже умерли, но они считают, что должен быть в своем проекте, в этом демонстрации, и это политика, то есть, люди действительно понимают, люди управляющим городом, что качественная архитектура интернациональная, в общем, архитектура международная, звезд ученизма, это как конвертация твоей валюты, то есть, твоя следа, она адаптирована, она, с точки зрения комфорта, обладает некими международными стандартами, и это очень важно, потому что привлечение город интеллектуального, экономического потенциала, международного потенциала или сохранение своего собственного должен понимать, что твои стандарты у себя здесь на родине абсолютно не хуже, чем в лучших городах мира, то есть, это является определенной маркой для города наличие высококачественных классных стандартных комплексов, здесь международные, они в этом плане очень прыгают, не особенно в отличие образовательных критиков, но, кстати говоря, воспитания своих как интернациональных тоже, потому что есть следующая задача, которая, можно сказать, она, забегает вперед, а вот создавание такой единой системы координат, то есть, что такое, еще раз, на международный потенциал, из-за того, что у нас, например, в улицнодаряде заседают такие серьезные международные эксперты, да, включая Марк Том, который является директором председателя, самый престижный, как все знают, премьерный шлейф, артиктура. Мы создаем единую, со всем миром, с ведущим миром, систему координат. Мы понимаем, что если на этой площадке у нас, такое дело, было настолько, даже, ну, эксперты заменим, что это, где российские архитекты, да, которые вообще могут прокурировать так серьезно с западами. Потому что мы известны, к сожалению, не только потому, что у нас мало архитекторов, хороших комитетов, но еще, во многих, в силу отсутствия правилов промышления, в силу, вхождение международной системы координат. То есть, если мы, не знаю, не играли в футбол, чем одинаковый футбол, мы не могли становиться лучше, играли только сами то же самое. Если мы не играем, на одной очерке, с лучшим играми, мы не можем понять, лучше, но хуже. Опять же, возникает, без слов, это недоверие. Они понимают, что это дело, потому что это плохо, потому что у нас, к сожалению, и сложности для проекта. Поэтому, опять же, международной системой координат, в которой мы можем ориентироваться, и понимать, да, если на ней эти площадки у нас мы создаем продукты действительно хорошего качества, и мы не проигрываем. То есть, отложены международные все отсылки, рейтинг, всевозможные международные публицики. Вот, за счетом, у нас весь земной шаг, практически помошла в новости. Действительно, публикации были и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Граждане», и в «Граждане», и в «Граждане», и в «Граждане», и в «Граждане». Мы понимаем, что Россия, в принципе, входит в этот круг, скажем так, в обменный круг инститивизации, где работают те же самые принципы, законы, что нужно инвестировать на русские спорты, или смотреть эти проекты, потому что это, в принципе, следовательный круг, который нам понятен. В общем, международный национальный, тоже вам что-то рассказать, вот, конечно, чуть-чуть. Может быть, можно давать теперь вопрос, который просто сыплется, и я уже не очень даже скучно ориентируюсь. У меня большая просьба в группе технической поддержки те вопросы, которые я уже задал, просто удалять из списка, чтобы мне было легче. Вопросы очень разные, они касаются и таких, как в Павловске, больших проблем и маленьких территорий, и работы с наследием, и транспорта, и, собственно, конкурсы. Я не буду их читать подряд, потому что иначе у нас получится такая каша. Я, собственно, сначала давайте про конкурсы. По поздней мере уже ответы прозвучали, но, тем не менее, я просто прошу, ну, вот буквально в дальнейшем, очень-очень скоростно и быстро отвечать. Каким конкурсом отдается предпочтение, открытым или закрытым? Мы всегда выступаем, отначально, за открытым, потому что, как говорится, он больше охват и более охватный эффект, но, получается, это не всегда. Всего того, что по многим областям есть какой-то, как я говорю, заказчик, который, честно говоря, в крае вообще по консультации может быть, может быть, что-то даже дать специалистов, поэтому властям все время не хватает, поэтому участвуют в частности, что лучше чем-то какие-то. Ну, вообще, это вообще не взаимодействие. И в каких случаях проведение конкурса необязательное? Можно ли определить четкие критерии, например, значимость для города, расположение объекций, периферии, и так далее? То есть, существует ли набор каких-то четких критерий? Значит, заходим в вопрос. С точки зрения задумывающего, то есть, то есть, сегодня не обязательно вообще платим, нигде, на то, сколько у нас в нашей российской акции. С точки зрения лоскопе жизни критерий пока нет, но мы, в общем, пока получаете следующее. Пока получаете, что у нас на корпус уходят такие самые спорные участки. То есть, скажем так, проблематика выраженная, сексуальная, недоскутабельная, пока является для нас основным поводом на корпусе. Следующий критерий это, в принципе, просто важность. Какого-то важного объекта. Ну, или просто, что мы приходим с теми, что нам это интересно, давай сделаем. Мы тоже всегда поддерживаем. На второй ситуации могут все, что угодно, и на основании с теми, что у нас есть. У меня такое предложение. Давайте, мы будем учредить вопросы вживую и вопросы, которые поступают в интернете. Есть ли у нашей аудитории какие-то вопросы? поднимите руку, если есть вопросы? Поднимите руку, если есть вопросы. Нет, в принципе, ничего по идеологии нету. Еще бы сказал, они все очень разные, и проводятся по разным единым принципам не существуют никакие. Но нам нужно, конечно, по нашим образом. У нас сейчас много заявок очень высокая санта международных экспертов. У меня так образец предъявил конкурс подготовки, повинений, аудиторию, сувениральную плавность и небольшую поддержку института Сперелка. И можно сказать, что спасибо коллегу за работу. Действительно, все эксперты, можно сказать, что в таком уровне, даже у себя в странах, не видели, что это очень здорово. Вопрос. Могут ли быть четкие и прозрачные критерии, или это удел первых оценок жюри? Ну, критерии, скажем так, прозрачные критерии есть удел, оценок у специалистов. Ну, такой вот тоже вопрос. Мы часто слышим вопрос, можно ли к конкурсам объявлять не по жюри, а неким всенародным голосованием, как раз, если говорить об уделе жюри. Ну, пробовали собирать аналитику по интернет-голосованию или еще как-то. Ну, во-первых, много, честно говоря, жюри часто начинают происходить, потому что сами же участие начинают себя поддерживать, и прочие разные технологии, интернет, и прочие разные истории. Плюс, как показ практики, все-таки вы знаете, отбор победителей в конкурсе и работа жюри, что очень важно, это не сумма вкуса, как, знаете, как лайки в фейсбуке ставить, кто получил больше лайков, увидел, а голосование общее это обычно именно такое. что это не кто-то говорит, знаете, мне нравится этот, мне его проголосовали разошлись. Это тяжелое позарение на заседании школы в понедельник, оно что с 9 утра до 6 вечера, пока мы не приехали. И это не просто обсудим, мне нравится или не нравится, это такой реально брейт-сторон. Это очень серьезная дискуссия, когда обсуждается каждый проект, детально разбирается к пускам, и идет анализ, что лучше, что хуже, что работает, что не работает. Именно тут важно обстракироваться от того, что лично тебе нравится или не нравится. Важно именно то, насколько проект правда, адекватно, хороший или не хороший. В этом смысл, и большая разница работы специалиста, просто голосование на тему давать всех вопросов, кому же нравится больше. Это нужно просто понимать. И, живой проект качественный, конечно, лучше заниматься его анализом глубоко, чем просто потому, что, ну, часто можно не вникнуть, ошибиться, или, еще раз, попросить результаты, может быть, не хотеть. Ну, это вот вопрос, вернее, ответ уже корреспондируется вопросом, как можно учитывать мнение общественности при выборе победителя. Например, позиция «Окно отзора» позволяет. Ну, насколько мне известна позиция «Окно отзора», они хотели, ну, вообще, еще некоторое время оставить некий постановенный с тем, чтобы ее открыть, важно, зачем был такой проект для обеспечения специалистов, чтобы можно было так проникнуть только в место, потому что сейчас уже несколько лет она стоит закрытой, и, как бы, утеряно ощущение, что... Ну, я вам, «Окно отзора» два слова именно по этой площадке. Оно, во-первых, тоже неоднозначное, потому что в команде победителей, кстати говоря, Марина Пусталева, которая с одной стороны сотрудничает, прекрасный специалист, она в этой команде просто работала, и была их официальным консультантом, она заявлена в консорцию как специалист по истории. Поэтому сказать, «Окно отзора», «Окно отзора» который я не могу, вроде я сегодня статью, я уже читал, которая, ну, с одной стороны, в целом, я лично думаю, позитивна, потому что она многие хорошие качества проекта отражает, и, допустим, явно профит на сарказм, что, вроде как, все это неуместно по упрямля. Хотя, оставить мы, как правда, это такая тоже версия, которую я знаю, мы с нами общались, когда я с ним забор, это, например, небезопасно для жизни, потому что сейчас на площадке бывает немного, и там, действительно, просто невезде можно ходить физически, потому что это все страшно, что там происходит, и площадку не развивать, эту, но, мне кажется, мне кажется просто стыдно, что в центре Москвы стоит такая площадка, а делать, какой делать парк, это уже вопрос уже другой, да, то ли оставить руину и там облагородить, или делать парк на поклонной ГАЭС, с буквальными орлами, и фонтанами, и, не знаю, где матрешками, то есть, такую тематику совсем глоб, это же тоже, ну, собственно говоря, проблема в том, что, многое что сделано, сделать, к сожалению, не очень здорово, даже, по-моему, говорится, очень мало людей, например, хотя нам все сделаны некие стереотипы, и вопрос, что люди воспринимают часто с опаской отход, с тереотипаской, это факт, и, обычно, этот отход только не может служить прогрессом, потому что, значит, у меня с лишним прогрессом, и мне будет повторять одно и то же, это тоже аксиолог, поэтому, посчитайте, здесь нужно поэкспериментировать, сделать что-то острое, да, можно вопрос. Сергей, как Вы относитесь к тому, чтобы феналисты уже конкурса открыто защищали свои презентации, свои работы, чтобы архитекторы были архитекты? Да. Повторяйте, я думаю, все слышно. Повторяйте. Как Вы относитесь к тому, чтобы феналисты открыто защищали презентации своих работ, чтобы архитекторам молодых специалистов и интересующихся могли послушать? Ну и как бы это, интересно, это интерактив такой, как это такое? Я отношусь к этому очень положительно, и больше всего, мы сейчас по тому, благодаря реалью планируем провести такой круглый стол презентацию проекта, пригласить команды, которые работают на проект, собрать журналистов и общественности, провести буквально какое-то публичное обсуждение проекта. То есть, в целом, я считаю, что идеально по самым знакным площадкам, конечно же, объяснение, ну, донести идеологию, что, почему, как это сделано, это вообще мега важная вещь, потому что проекты, конечно же, такие специалисты делаются всегда, и это сто процентов так. И то, что архитекторы, которые их создают, они закаляют свой профессионализм, подобно объяснить, они для себя многое значение принимают, или эксперты, которые это так анализируют. Поэтому, мы вам скажем точно, что мы будем это делать, и вопрос очень хороший, безусловно, разъяснение, почему это выгодно, зачем это выгодно, что в этом хорошего, это очень важная вещь именно для популяризации, в том числе, когностной практики, и вообще идеологии, качественного планирования. Вы не поняли, чем вообще хороший проект отличается от того, тем, 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 тем. А тем, может, на уровне картины может быть одинаково. То есть, у меня глубины продумывания аналитики это совершенно диаметриально разные вещи. Поэтому мы это планируем делать, и будем делать. Вот ближайшая, сейчас дату пока не назову, но сейчас мы выясним, как у нас участники могут приехать, визы, и все, в таком случае. Вопрос такой, а где нужно следить за процессом и как бы узнать, когда можно присутствовать на таком открытии? Смотрите, у нас сейчас заработают совершенно недавно сайты Совета Москвы, которые, в том числе, я кто-нибудь знает, не понимаешь, Алиса? Да. Я скажу, можно будет спросить. Мы специально сейчас делаем этот новый функциональный ресурс, чтобы тоже задать вопросом, а где централизовано тем, кто интересуется зако-факторной жизнью и актрон-фокусами именно нашими инициативами, это можно узнавать. А в сайте Москва-фактор для этого пустота не очень предназначена некотиповая основная работа. Это вот поэтому мы запустили специальный отдельный ресурс, посвященный вообще не только конкурсам, а вообще нашей инициативе. И вот там будет вся информация, куда можно, например, заходить, смотреть, сидеть за рекламой, но вообще как-то новостного характера, потому что мы постоянно обновляемые ресурсы, которые рассказывают, что у них происходит, где можно поучаствовать и в конкурсах, и в дискуссиях, и в мероприятиях. и в т.д. 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 в т.д. в т.д. и в т.д. и в т.д. в т.д. в т.д. и в тр.д. и в т.д. тематика большой Москвы, конкурсов по развитию эглумерации и прочее, все это под собой несло главную задачу, то, что новая команда мэра начала заниматься, это развитие периферии в первую очередь. Потому что тема острейшая, она касается, ну, я думаю, что большинство из нас, но именно я, в общем-то, сам могу сказать, что я живу скорее в периферующем центре, в средней причине, скорее, по идеологии, по духу уже напоминают больше периферующие центры. И я думаю, что мы здесь сидящим, там могут руку поднять те, кто живет в центре. У нас вытянется из Запада. Не в центре. Ну и могут, да. Ну, я не говорю, что всем, наверное, но 80% это не точно. То есть, а вот вопрос, какие темы обсуждаются? То есть это то, что будет касаться однозначно существует нас? У меня тут перестали вспоминать на мой планшет вопросы, либо закрыты, либо что-то, я не знаю, либо заушенную служу. А, можно назвать, пожалуйста. Сейчас, одну минуточку. Просто здесь, вот к тому, что мы сейчас говорили, вопрос не о конкурсах, но тем не менее. Тема будущего формы развития запределенной двери, скажите, будут ли проводиться реконструкции или какое-то изменение спальных районов, как районы застройки? Если да, то в каком ключе вы видите их развитие? Ну, развитие застройных территорий одна из самых сложных задач, там ее уже застройка сложилась. И, ну, опять же, можно разделить на несколько блоков. Во-первых, то, где происходит реновация, то есть там, где ветки в том, он сносится, конструируется. Но, я думаю, с ним такая понятная история. То есть, надо, действительно, уплотнять сеть улиц, делать иерархию пространства, дворовые и обличные, общественные пространства свои, многофункциональные свои. Это, в общем, вся эта идеология, о которой мы часто много рассказываем, но оформить это будет, рассказывать тоже. Заметно сложнее с теми местами, где застройка еще, в общем, в относительно хорошем состоянии, просто в хорошем состоянии, уже застроена по принципу таких спальных районов, где не хватает объекта культуры, объекта продолжения труда, и общественных пространств, дворовых пространств, всяких. Это вот большая проблема. Тут можно о чем сказать, что, конечно, поиск тех метод, где можно создавать нечто, что будет являться фокусом продвижения людей, потому что цель, конечно, комфортно-комфортно города, и, прежде всего, доступная и бешеходно доступная среда. Плюс высокий инвестициальный контроль. То есть, чем больше у тебя людей, физически, находятся на улице, когда ты лет на улицу вид, тем будет комфортнее, безопаснее и приветливее в этом френдере. Поэтому все мероприятия, которые вы к этому ведут, там, не знаю, открыть ресторан в таком районе, открыть выставочную галерею, театр, в общем, любая функция, которые займут человеку, помимо тех восьми часов сна, которые вы проводите в городе. Все вот это ведет в положение комфорта в таком районе. Вопрос тоже заданный бой. Будут ли подготовлены какие-нибудь документы, которые позволяют, будут позволять выигрывающим в конкурсе архитекторам отстаивать свое авторство, да, и в итоге быть уверенным, что объект будет реализован в том виде, в котором он как-то представлен в конкурсе. Потому что вот несколько случаев, да, там, конкурс Мэйринг, да, когда конкурс выиграл звезда, в итоге построили непонятно что. Несколько раз пытался строить фосфор, да, выиграл в конкурсе, пройдя архитектурные советы и в Сити на Красном Октябре, да, и в итоге он ничего не построил. Захар ходит, да, точно так же, проекты на экспоцентре, да, она как-то не реализовалась, да. Будет ли создана такая документация? Значит, ну, я уже упомянул, что мы готовим сейчас документ, который позволит, во-первых, сделать первый шаг ввести конкурс в законные пользы, чтобы можно было их проводить на основе документов с каким-нибудь критерием. Могу сразу сказать, что с первого шага узаконить выбор проектировщика через конкурс, видимо, не получится, потому что у нас есть федеральное законодательство, но он федеральный, а изменить эти правила заметно сложнее. Надеюсь, что когда-то придет общепризнанная практика общепризнанная как положительная, и мы сможем это сделать. Что касается тех положений по конкурсу, которые мы создаем каждый раз, с каждым вариантом конкурса, мы везде стараемся максимально защитить интерес автора и описать, что автор по условиям по поведе в конкурсу, по факту поведы должен участвовать в дальнейшем проекте. Форматового участия это, честно говоря, пока вопрос переговоров. Но, безусловно, чтобы подвергнуть легитимность конкурсной практике и качество ее результатов, одна из важных задач, которую я предусловлю перед собой ставлю, это довести выбранные консенсии победителей безусловно до реализации этого сделать только с победителями в команде. Поэтому, так или иначе, честно, мы будем вести переговоры с тем же зарядником, то есть, и это получается проще. Когда здесь что-то о государственных деньгах получается сложнее. Комментарий, который сделан по поводу тех проектов, что вы назвали, во-первых, могу сказать, что с красного октября пока никто никуда не выкидывал, просто проектом устроился. Могу сказать, что у Мариинки, я ездил в проектах, безусловно, история очень тяжелая. Это, как раз, один из самых таких примеров сложных для обсуждения, как раз это действительно был конкурс, выгодный номининг бюро. Есть, я слышу разные версии, я не был свидетелей, но слышу разные версии, людей причастных к этой истории. Кто-то говорит, что было принято в итоге мнение не очень, с которым жюри было согласно, кто-то говорит, что мне жюри было согласно, кто-то говорит, можно было правильно, хорошо, проэкспертировать, плохо, какова эта экспертиза, я не знаю, поэтому, знаю, что, скажем так, заказчик остался сильно недоволен работой, впервые, взрослыми, заказчиком там был, деньги были, он был мастер-парковский, там, ну, спонсор был, был спонсор, который давал деньги, и, вроде, они не очень доволен работой, в итоге, объект получился, который, я бы пока судить не стал, тем не менее, я знаю, что у него много негативных подзывов объекта, сам я видел, Владимир был готовый, выглядит почти готовый, был там, с Валерием Гергием на экскурсии, как мы технически ходили, мы смотрели, я считаю, что нужно дать время, чтобы он поработал, постоял, и тогда уже вносить оценочные суждения, потому что, надо сказать, что зал там получился очень качественный, в случае, не опустит, техники, это объект очень классный, по-другому. Что касается дизайна, вопрос контекста, он, как показана практика, требует некой оценки во времени, потому что, искусственно, приводились примеры разных объектов, которые были негативными, но потом отношение к ним изменилось, я думаю, здесь надо просто дать время, подождать и посмотреть, какое будет отношение к этому объекту через 10 лет. А то, что другие иностранцы, действительно, пока тяжелые практики и их работы, за их объекты, на герарху, на герарху, а хостер и второжник. Ну, это, вот, вопрос сейчас, непонятно, по словам входа, я смотрел договор с хостером, который был заключен на Холшинском музее, где там ситуацию разбирали, там вообще ничего не описывали, да, обязательства сторон, и его хостер, в том числе тоже. Какие деньги платят, за что они платят, за какое техническое задание, это же вопрос, все культуры, еще и заказы, поэтому, сегодня, мы говорим, о верхушке Айсберг, на самом деле, реализация объекта, сложнейший, вообще, процесс, формирование тех заданий, формирование договорных отношений, бюджета, работа, корректная, по словам по всему, с проектировщиком, она, действительно, требует высокого представления не только от проектировщиков, но и заказчиков, в том числе, но и, кстати говоря, не нужно снимать ответственности из наших иностранных западных коллег, ну, кого не получилось сделать. Я вот сам, как архитектор, много работал с западными специалистами, он сказал, что это тоже не белая и пушистая публика. Надо просто давать отчеты и понимать, что это люди, которые привыкли к жестким условиям договорных отношений, к жестким заказчикам, как только они чувствуют минимальное возглавление, уходится, они сразу же оттяпывают себе максимальные преференции, над чем часто ломаются, потому что заказчик может быть очень опытный, но начинает понимать, что работа, честно говоря, не может быть. Это, к сожалению, такая ситуация, ну, пока задвижение идет, да, еще мы не вошли в эту систему координации, а что умения в эту систему координации, мы не вошли в эту систему координацию, Вопрос. Сергей Владимирович, один вопрос по поводу конкурса, который прошел 2-2 года назад, это вот Новая Москва. Соответственно, идеи, которые были там найдены, они как-то реализуются, двигаются в эту сторону, и на то, что происходит в Новом Москве. Интересно. По Новой Москве ситуация следующая. Значит, что, то, что, ну, задание для этого конкурса, честно говоря, не было готово заставлено так, что можно было идеи в проекты положить в основу проекта инферментации, это, к сожалению, факт. То есть, конкурс получился таким конкурсом идей, как можно Новую Москву развивать, то, в принципе, у него такая задача не ставилась. То есть, это такой конкурс очень специфический, это не конкурс поиска проекта, который можно производить. По крайней мере, по факту, я, честно говоря, когда я начал работать, он уже закончился. Это был как раз август в месяц, а я вот этим концентом был назначен, а он как раз в август был закончен. То есть, я уже видел его результат, но я не видел, как он проходил, не видел дискуссии, а с нашей командой мы не участвовали, но мы не прошли хотя бы эти метроуны как запасные участники по один из мест. Вот так они стали этим участникам, потому что команда в архе вылетела, один кем профильный дизайнер делали. Но не важно. В общем, мы смотрели технические задания, мы смотрели, я знаю, с чего это все начиналось, поэтому могу сказать, что сделать документацию, которую можно было пласть на территорию и реализовывать, было бы, к сожалению, невозможно, в силу разных причин, но прежде всего, тем, что много было неизвестных, не было понятно, что будет завести самим эту территорию, не было прогнозных показателей, проанализировав, какое будет население, какое будет количество рабочих мест. Сейчас это уже есть, разрабатываются теперь схемы на новом территории, разрабатываются неизвестные планы. А что дал корпус? Ну, корпус, например, дал определенное внимание проблеме и уровень дискуссии, и в этом положительная черта конкурса практики сработало. То есть то, что проект обсуждался на самом верхнем, лучшем уровне, и всеми, с кем ты можно, и многие специалисты принесли свою ленту, в это обсуждение это очень важно. Практический выход. Следующий. Во-первых, ряд идей, которые, тем не менее, сейчас закладывают. То есть ряд идей с формированием точек роста, с формированием компактных образований на территории, с применением новых видов транспорта, пока еще в Москве используют, например, ВРТ, ЛРТ, то есть все планировать там делать. связь, усиление связи между аэропортами. То есть эти все идеи в этом конкурсе будут явно транслированы, и они сейчас используются для работы. То есть за недовольную дискуссию мы пришли говорить, что это хорошо и правильно, и это надо делать. Ну, не так нарисовано, но, в принципе, самая по себе позиция пошла. Потом по Замоку Монарки двигала американская вера идеи, напомню, вот именно в части правительственного центра. И чтобы, скажем, грабушка до этого не ушла в песок, но это сейчас будем привлекать инвентгенпланы к сотрудничеству их компаний. Вот она была участвовала в конкурсе, она заняла первое место в этой позиции, и мы хотим, чтобы они на этой площадке работали дальше. В общем, площадку, знаю, и транспорт нас по столице занимается, поэтому мы будем привлекать. но об этом мы стараемся сдерживать пока активный развитие. Так удержать для будущего развития. Планирование идет активно, проекты обсуждаются, но я думаю, что Терсио на этом заработке не будет закончено, дальше будет ее обсуждение, сопрессование, и в соответствии с ней будет реализация проекта. Спасибо. У меня маленькая ремарка. Говоря о конкурсе, ты должен понимать, что это такая комплексная проблема и комплексный процесс. С одной стороны, работают архитекторы, отвечая на некоторые вопросы, с другой стороны, работают специалисты, которые должны уметь правильно задать этот вопрос. грамотно составить задание. И неудача моих конкурсов наверное как раз в том, что техзадание не совсем продуманное и тщательное. И таким образом вот в самом движении конкурсном совершенствуются разные стороны, если насколько я правильно понимаю. Безусловно. То есть то, что даже такой конкурс, тот уровень дискуссии, даже когда эффект негативный, все равно эффект. То есть мы можем вскрыть, например, какие-то риски, которых до этого не видим. Потому что просто привлекая специалистов и не специалистов, кстати, что важно, это задавная архитектура, что такая жизнь касается всех. Поэтому мнение людей лучше всегда если негативный, узнать на стадии конкурса, подготовки документации, чем конкурсная практика, лучше, например, публичным службам, я считаю. Когда вы слушаете проект, который уже сделан, его намного сложнее корректировать, можно, конечно, узнать все время, и средства потрачены уже, и надо будет реализовывать. Чем лучше конкурс? Сделали концепцию, обсуждаем эти задания, до этого обсуждаем эту концепцию просто, то есть мы можем провести все эти риски, суммировать, собрать, найти их оптимум, этого продукта, вещённые, на самом ранее, и это очень важная часть, как раз вы какими-то спрашивали, зачем они они будут. Будут ли ещё такие глобальные конкурсы, как на каждой завете? Обязательно будут. Сейчас происходит конкурс в основном, в основном, мы планируем в ближайшее время, уже был объёмный сбор заявок, запустить работу по конкурсу на территории Бальмута. Большой, серьёзный проект. Ну, такая довольно флагманская история, которую мы, ну, прямо сейчас еще раз разлетали, надеюсь, что всё получится. Планируем запустить эту территорию, развитие Москвы-реки, огромное. Ну, это, скорее всего, тоже посудить их на территорию, хотя мы постараемся сделать так, чтобы этими идеями реально были прикладными, можно было пользоваться. Так нам Сергей Семёнович пока не задачу ставит, но если мы будем выполнять, чтобы это не было просто рисунки, которые мы всем показали, а мы забыли. Вы знаете, у нас осталось не так много времени, а вот, мы ответили, наверное, на четверть вопросов. и давайте как-то, вот, коллегиально решим, вы сосредотачиваемся, например, на конкурсе зарязи, или я буду задавать общие вопросы, не глобального, а раз, или, ну, просто честно говоря, я не знаю, как вы считаете? как вы считаете? Как вы считаете? Потому что очень, давайте я задам общую большую, большая группа вопросов, конечно, связанных с наследием, потому что конкурсы затрагивают территории, на которых часто расположены и памятники, это зона памятников, это просто дорогие для москвичей места, и какие принципы вообще существуют, каким образом это прописано в техническом задании конкурса, потому что много очень таких мнений, что и в зарязи, и в других местах это просто как-то не учтено, то есть и рельеф нарушается, естественно, исторический, и памятники оказываются такими бедными сиротками. Ну, я могу сказать, что на примерной зарядке было очень серьезно работали у нас специалистами-историками, и территория, на самом деле, очень пострадавшая. Даже не несколько слов пострадавшая, это территория с большим количеством слоями пластов. И, кстати, был один из проектов, который предлагал все это на пластовании поднять и показывать эту историю. У него РДВ проект в Голландском, который занял третье место, как раз там была следующая проблема, что он хотел показывать эти слои, выравнивая весь рельеф. И это было отмечено как минус, потому что, ну, интересно, без рельефа в площадке существует. Сделать его просто в Москве, во-первых, очень дорого, во-вторых, и, ну, показалось, что это, в общем, потерять часть средств, в площадке, поэтому можно в тех заданиях были точки видимости, например, в чрезвом заводе все получили диаграмму, например, как видеть землю, как видеть какие-то взаимодействия, поэтому, да, мы не хотели проект делать, то есть, были вводные, и был, например, в семинарах, в котором у нас участие, мы говорили, что, коллеги, мы понимаем, что эти современные, интересные, очень архитектуры, скажем так, на пике сегодняшних технологий и знаний, которые мы накопили, вместе с тем, мы понимаем, что этот парк в центре Москва не может быть, например, мы уже нечестно могли сказать, что мы не рискуем пойти путем Чикаго, тоже парк в центре Чикаго, можно сказать честно, мы, например, ну, Чикаго, это миленее, это центр парк, университет, вот, Чикаго, тоже парк в центре города, и Чиган Авеню, ну, и, и, ну, знаете, их наследие, да, они сделали парк с гигантскими посольными, они шоколады, там, все стоят, все это выглядит абсолютно взрывным образом, народу нравится, один из самых популярных парков в мире, но понимаем страну, его ментальность, его отношения, любое там, дискуссионное площадки, мы, как сказали коллеги, мы, у себя такое создавать, минимум, пока не готовы, мы считаем, что нам нужна элегантная вещь, довольно спокойная, поэтому, мы на это применение тоже проверим, мы все, все предложения, в принципе, этим критерим отвечаем, кто-то больше семьи, а вот, весь тот вопрос такой, как раз, я считаю, что, чересчур, сорвала, какими зрителями руководства с мэрией, отбирая победителей, за строк в зарядке, зачем нужному городу, такой дорогой проект, по острову Гуяну, почему не сделать просто хорошие партии, как при этом? Ну, во-первых, про договорницу проекта, я пока говорить не стал, потому что, еще нету проекта какового, и, например, считать, если считать проекты, стоимость тех вещей, которые к проекту прилегают, что мы, например, с мостом собираемся, с проектом работать, и с набережной, и с Варваркой, и с Китай-городом, и это, конечно, нельзя относить на стоимость парка, это просто работа с обеспеченным пространством города Москвы. Потом, я не очень понимаю, сформулировал, что, значит, идти по острову Гуяна, и что такой просто парк. Если говорить, что давать у вас застыкнуть, понимаете, парк же, какое было требование в тех заданиях? Могу рассказать, очень, да, нам, конечно, сделать специальное предприятие, посвященному, но могу сказать, в двух словах, о чем мы говорили, и что мы писали в тех заданиях. У парка было, значит, наценили, во-первых, пункт номер один, тратит. Предполагаем, сколько людей в этом районе находится, сколько тратит. У нас получилась цифра, что через парк придет 12 миллионов человек в год, если мы сделали правильно, а это значит, что людям будет чем заняться, и они будут точкой протяжением центра Москвы. Москва по локации этой площадки просто нуждается в этом месте. Вы, наверное, обратили внимание, что Красная площадь очень часто безопонной любви там просто на пустах не думало, что есть поделать. Народ, по нашим замерам, в основном идет через люди, идет на торговую площадку, то есть там, где что-то есть, по хотя бы некоторых вышинкам. Поэтому не сказать, что почему не сделать парк просто из деревьев и не делать там больше ничего, ответ очень простой, почему нет, потому что вы попадаете в использование плохой паркозы, а это в России, вы знаете, не секрет, что это очень много у нас и проблема. Мы попадаем в использование в, например, в ночное время суток, что тоже неправильно, потому что кто-то может там управлять, и общественные пространства на самом деле должны работать круглосуточно, это залог об успехах. И в праздничные, и даже не в праздничные, не должны быть в пространстве, которые живут постоянно. Это нормальное общественное пространство в городе должно быть таки. Так вот, чтобы у нас эти события и реализовать информацию, действительно, была задача найти нечто интересное, что позволит этому парку быть очень живым организмом, работать очень постоянно. Поэтому, понятно, можно у нас слышать, но понимаете, не зря это было висимо тех заданий, если с этим человеком начать спорить, давайте пусть территория не используется, а стоит всю зиму пустая, потому что там холодно и нечего делать. Это было бы лучше. Но вот наши эксперты, которые работают, сказали, что у них это было бы хуже. Поэтому в парке какие-то вещи появляются, которые будут работать как магниты, как аттракторы, круглые годы. Поэтому там что-то есть. Меня уже попросили исправляться, но я не могу задать один вопрос. По-моему, он важен. Сергей, здравствуйте. Стоит ли на ваш взгляд ожидать определенного снобедничного эффекта после реализации проектов задания? Насколько такие проекты продвигают? Они, смотрите, давайте коротко подвидеть. У нас один из главных экспертов был Эдвард Тулия, директор парка Миллениум. Плюс мы провели техническую экскурсию с специалистами в Сингапуре вот в парк как мы продвигаем инженерский парк Сингапурский. И что говорят специалисты? Что вкладывать деньги в парк на самом деле город не тратит просто на некое развлечение, которое как в городе раздельгает праздновать раз за 6, а город инвестирует в свое собственное развитие. Территория города стремительно капитализируется, повышается в качестве, становится более притекательной для проживания и инвестиций сразу после реализации проекта. Синергия есть полосальная. Я понимаю, что те деньги, которые были потрачены, которые были потрачены, небольшие, для такого рода парк. Фаналити вы говорили, у нас, знаете, не в мировой парке, мы так возработали. Это действительно просто инвестиция в наш город, который вместе с тем станет более лучшим, станет более привлекательным. А это очень важно, потому что то, как судят города, люди, которые способны по миру передвигаться, например, очень открытые. И то, что люди будут выбирать массы для жизни для открытого средств, вот такие проекты являются маркером для таких людей, а это очень важно. Плюс они являются просто хорошим бонусом и бенефитом для тех, кто в городе живет и хочет там проводить время и радостно. Это все еще большие дефициты для тех вопросов. Спасибо. Ну, наше время уже стало. Я думаю, что все вопросы, которые я успела задать, они, в общем, в той или иной мере касаются уже, вернее, на них уже более-менее отлично. Но, тем не менее, я думаю, что с этим форумом еще поработают и каким-то образом уже после нашей дискуссии ответы будут данные. Я призываю все-таки не оставлять ни один вопрос, каким бы он ни был, или, может быть, не очень компетентным, все равно нельзя его оставлять без ответа, потому что вот так происходит любая дискуссия. И я думаю, что это не последняя встреча, потому что сейчас так получается, что за все у нас и на все вопросы отвечает глава шпитер. Есть действительно проектировщики, есть команды, и, наверное, какие-то вопросы им надо задавать какие-то вопросы, наверное, надо задавать членам жюри, экспертам. Я надеюсь, что вот такие встречи будут организованы, будут продолжаться и въедливые студенты и молодые архитекты и молодые архитекты будут задавать вопросы. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, конечно, я думаю, что эти встречи, они сейчас будут перед Московским юристическим форумом, но сама площадка форума, она очень содержательная. Там происходит множество панелей, множество тем, как все заседания и посетки, как говорят, и все это вывешиваются в доступе потом. И если люди невидимые действительно интересуются, они на свои многие вопросы, которые там будут ответить. Поэтому, я призываю всех внимательно следить за документом и, конечно, сейчас я попрошу Ирину назвать адрес этого сайта, замечательный, который аккумулируется параметры.